Этнографический музей Истоки – это большой мир, соединяющий прошлое и будущее через настоящее. Его удивительное пространство даёт возможность окунуться в хранилище памяти поколений, народных традиций, узнать, как раньше жили русские люди, как работали и как отдыхали, что их радовало, а что тревожило, какие они соблюдали обычаи и традиции, чем украшали свой быт и о чём мечтали. История нашего музея начала складываться с 1987 года. Тогда у педагога районного дома пионеров номер один Куйбышевского района Карповой Тамары Георгиевны родилась идея пройти маршрутом следования Петра I на русский север от родины первого ботика Измайлова до берегов Белого моря. Шесть раз в период с 1988 по 2001 год совершались экспедиции воспитанников дворца по различным маршрутам Архангельской и Вологодской областей. Общение с местными жителями, предметы домашнего обихода, подаренные ими, всё это вдохновило на создание музея. Первый музей открылся 2 февраля 1989 года в районном доме пионеров номер один Куйбышевского района, который тогда находился на Малой Семёновской улице. Кстати, тогда же ребята вместе с Тамарой Георгиевной решили, что будут изучать музеи ведения и учиться проводить экскурсии. Ведь одно дело – собрать экспонаты для музея и создать музей, а другое – уметь рассказать о них, поведать историю создания и использования их человеком. А 2 февраля 1990 года состоялось торжественное открытие музея, которому ребята дали название «Истоки». В основу первой экспозиции музея легли привезённые предметы крестьянского труда и быта, а также результаты первых экспедиций, где ребята и взрослые по крупицам собирали всё, что так или иначе напоминает о прошлом русского севера, записывали предания и песни, участвовали в археологических изысканиях. А в 1994 году наш дворец творчества и музей переехал в новое здание по адресу Большая Черкизовская, дом 15. Все – и ребята, и педагоги дворца помогали в создании деревенского дома, смастерили макет русской печки, создали макет деревушки, который до сих пор украшает наш музей. А ещё у нашего музея появился свой хранитель. В нашем музее поселился домовёнок Кузя, который стал талисманом и визитной карточкой Музея быта народов русского севера «Истоки». В 2020 году нашему музею исполнилось 30 лет. Сейчас в музее более 870 экспонатов. Фонды музея пополняются путём дарения экспонатов с семьями, обучающихся дворца, жителями нашего округа и гостями музея. Иногда экспонаты привозят бывшие участники самых первых экспедиций на север. В музее разработано более 40 тематических экскурсий. Знакомство с подлинными музейными экспонатами даёт возможность понять и пережить опыт предшествующих поколений. Ведь каждый экспонат музея хранит в себе духовность времени, человека, его мысль, красоту и мастерство. Субтитры создавал DimaTorzok Каждый год музей гостеприимно встречает более полутора тысяч гостей. На экскурсии приходят не только обучающиеся дворца творчества, но и ребята из образовательных организаций города Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok Кроме экскурсий, на базе музея проходят занятия и музейные уроки в рамках образовательных программ детских объединений дворца творчества. Это занятия для наших дошкольников из студии раннего творческого развития «Гармония» и музейные уроки для обучающихся центра художественного творчества и научно-познавательной деятельности. С фольклорным ансамблем «Рябинушка» у музея уже давняя дружба. Ребята этого коллектива – постоянные участники игровых программ по праздникам народного календаря «Народных гуляний Масленица». Очень полюбились посиделки в музее ребятам и родителям из хоровой студии «Малиновка». В нашем музее проводятся мастер-классы для детей и родителей по изготовлению народной куклы. Вот уже несколько лет подряд в стенах музея проходит Московская олимпиада по школьному краеведению. В музее проводятся не только экскурсии, но и программы, посвященные праздникам народного календаря. Это «Осенины» и программа «От Рождества до Крещения», «Весну встречаем» и, конечно же, «Масленица», а также многие другие. Ребятам, конечно, очень нравится играть в русские народные игры, Но вместе с тем они ещё много узнают об истории и традициях проведения праздников народного календаря на Руси. А ещё наши постоянные посетители – ветераны педагогического труда и участники проекта «Московское долголетие». Вот такая интересная история у нашего музея быта народов русского севера, «Истоки». Мы всегда рады гостям. Музей приглашает вас на мастер-классы и онлайн-экскурсии. Музей приглашает вас на мастер-классы и онлайн-экскурсии.